Что же это мы нарушаем, а? Да ладно, что я там нарушил, начальник? Вы не фамильярничаете. Вы, между прочим, разговариваете с представителем закона. Как скажете, господин инспектор. Может, вы хотите узнать причину вашей остановки? Нет, я хочу узнать, как я могу загладить этот инцидент. Хорошо. Тогда скажите, как я выгляжу. Вы прекрасно выглядите. Ваш изящный лик подобен утреннему солнцу. Дарующим людям первый лучик света. Вы самый честный гаишник на этой трассе с момента ее открытия. Вот именно. А теперь выйдите из машины. С удовольствием, господин инспектор. Упор лежа принять. Как скажете, господин инспектор. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Я могу ехать. А вы ничего не забыли? Ах, да. Возьмите, пожалуйста, запричиненные неудобства. Можно еще одну маленькую просьбу? Слушаю вас. Не могли бы вы меня потрогать за грудь? Ну, если это ваша личная просьба. О, у вас такие сильные руки. Спасибо. Спасибо большое за указанное. Спасибо. Ладно, ладно. Достаточно. Ну что, девушка, вы поняли, как нужно вести себя с инспектором ГАИ? Поняла. Только можно я не буду отжиматься? Можно. Но про грудь обязательно. Угу. Занимайте свое место. Что же это мы нарушаем? Да ладно, начальник, что я там нарушила? Ладно, давайте сразу про грудь. У меня есть к вам одна просьба. Слушаю вас. А потрукайте меня, пожалуйста, за грудь. Ну, если это ваша личная просьба. Ян, я че звонил-то? Я ж дома пацаку забыл. Эй, я не понял, что здесь? Мужик, ты че? Кто ты такой? Тихо, тихо, клюет. Че клюет? Ты че меня за идиота сейчас держишь? Тихо. Что? Что тихо? Что здесь вообще происходит? Яна! Яна! Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа-опулички. Опа-опа-опа-опа. Красиво. Вот это да. Вот такие нам нужны. Так. Это что? Это карпик. Рам-четыреста. Да я вижу, что не сомик. Ага. Это кто такой? Сашенька, это рыбак. Он такой же, как и ты, но он так тягает. Так тягает. А, профессионал, значит. Точно. И давно ты тут так тягаешь? Ой, каждую субботу, как ты уезжаешь на рыбалку. Мужик, ты, знаешь, ты вообще зря куда-то ездишь. У тебя тут такие места рыбные. Ну, я побежала. И откуда ты про эти рыбные места узнал? Ну, как, на форуме рыбацком мужики очень рекомендую. А, понятно. Только если ты профессионал, какого хрена ты моей удочкой ловишь? И в моих труселях тут ходишь. Так, все, клево не будет. Скупнусь. А вот и свежая рыб. Яночка, а ты не хочешь пойти скупнуться? Ставлю пачку стиков. Поддерживаю. И поднимаю. Оу-ин. Вскрываемся. А-а-а, развели, бардак тут. А-а-а-а! Что вы делаете, мы в карты вообще-то играем? Что ты думаешь, что у тебя валет? Ну, хоти у него две шестерки. Мы вообще-то играем в покер. Знаете такую игру, а? Лучше бы в дурака играли. В дурака неинтересно. Разве что на раздевание. Вызов принят. А стиры-то не новые. И две шестерки на погоны. Тебе и тебе. Чё сидим? Снимаем труселя голожопые. Давайте хоть чем-то прикрыться. А мне? Хотя... Тебе этого хватит. На-та-та-та-та-та. А-а-а-а-а-а-а-а-а. На-та-та-та-та. Вика, вот ты где, солнышко моё. Я всю больницу оббегал. Как ты чувствуешь себя, миленькая моя? Я не хотел тебя изменять. Да, но так получилось просто. Я немножко выпил, и тут эта медсестра... Успокойся, ну ты, конечно, тоже хороша, если честно. Ты накинулась на Яну, как кошка. Ну вот результат, да, да. Но я люблю только тебя. И прямо сейчас, хочешь, я брошу эту Яну, хочешь? Вот смотри, да. Яна, у меня к тебе серьёзный разговор, Яна. Между нами всё кончено. Да, да, я люблю Вику, и тебя я бросаю. Всё, всё. И даже не мычи, пожалуйста. Всё. Вика, ну видишь, я бросил Яну, видишь, всё. Я люблю только тебя. Что, 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 что... Ты что, не Вика, что ли? Ты Яна! Яна, я тебя бросаю. Вика, я тебя люблю. Девочки. Да, девочки, ну я запутался. Вы даже мычите и стонете одинаково. Одинаково. Ну, ну что я... Ну как я вас... А, девочки, вы хотите, чтобы я вас по маникюру определил, что ли? Ну как, я же вам деньги на один и тот же салон даю. Девочки мои. Ладно, смотрите, я побегу, у меня ещё работа, да. А вы тут лежите, разговариваете. А как вам повяточки снимут, я одну из вас брошу, а со второй останусь. Зая, а чё ты все выходные лежишь на кровати? Потому что имею право. А может ты сходишь с друзьями, встретишься, а? Да сейчас, мне эти рожи на работе надоели. Я от них отдохнуть хочу. Но наши продукты закончились. А сходи в ночной. Не-не-не, через 15 минут футбол начнётся, не успею. А ты чё, в футбол без пива будешь смотреть? Что значит без пива? Вон холодильник затаренный. А ты и вчера всё выжрал. Да ладно. Да? Блин. Ага. Надо идти. Надо. 15 минут. 15 минут. До начала. Спасибо, что напомнил. Это прям лучшее, что ты сказала в жизни. Блин, я зря на тебе женился, а? Иди, говорю. Приди за пивом. Ладно, иду. Иду. А, не надо, не надо, я всё объясню, я всё объясню, я всё объясню. Ух, все майские, просидел, с ума сошёл совсем. Иди давай, может тебе кушать, пить, а? Не, не, не кушать, не пить. В туалет пусти. Иди, давай, иди, иди. Иди, иди. Вика! Что, что, что? Блин, пошёл. А бабки забыл. А где они? Бабки? А! А! Всё, ушёл. Иди давай, в туалет он ушёл. Не, в туалет не надо. Кушать не сей, и попить чего-нибудь. Что случилось? Хлаз, хлаз. Что произошло? Вы настоящий новый полицейский, да? Да, 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 что? Хлаз, скажите, пожалуйста, я, конечно, иди-ка извиняюсь, а можно с вами сфотографироваться, а? Просто у моих подружек уже столько селфи есть с вами, а у меня ещё нет одного. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, можно, можно, конечно. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. А вы можете сделать лицо, как будто вы не жуёте крыжовник, а просто улыбнитесь? Ну, ладно. Спасибо. Класс! Класс! Сейчас, сейчас ещё, ещё раз. А давайте сделаем вот так вот. Ей вот, и вот так вот пальцы давайте. И... Класс! Класс! Так, ещё, ещё. Всё. Сделайте, пожалуйста, губки уточкой. Не куриной попкой, а уточкой. Круто! А у меня есть прекрасная идея. Класс! Теперь я похожа на настоящую полицейскую, а вы похожи на настоящие у меня. Классно! Классно! Здорово! Ой, шик! Жень, ты бы оделся и валил бы из полиции. По-хорошему. Это... Это не я. Это всё она, она. А, кстати, она мне больше нравится. С таким напарником не стыдно и по городу пройтись. Класс! Пошли, детка, патрулировать этот город. Пойдёмте! Подождите, а... А я? А ты записан на 15.00 в салоне Фертити на маникюр. К Наташе. Ну, Фертити, дали. Ну, как там на Мальдивах, коллега? Жарко. Сейчас я познакомлюсь с официанткой, которая принесёт мне коктейль. Эй, ну что ты сделал? Я почти её поцеловал. Пошли вон я буду убирать. Что? Ну... Вообще-то мы работаем. Я вижу, как вы тут работаете, рукожопая. О, между прочим, важный звонок. Вас приветствует компания Аудит Аудит. А чем могу помочь? Да, хорошо, одну секундочку. Между прочим, это Андрей Константинович, оптовый заказчик. Слушай, как перекинуть нам деньги по безналу с НДС? Я откуда знаю? Посмотри в интернете. Да откуда я знаю, где это искать? А поищите в коридоре, я здесь пока поубираю. Ты можешь тебе не мешать, у нас проблема. Вы не могли бы оставаться на линии? Ваш звонок очень важен для нас. Нам нужно ещё немножко времени, чтобы решить ваш вопрос. Сходи к начальнице, я пока его сбежу. Я что, похож на идиота, что ли? Вообще-то это наша работа, мы должны это знать. Если я к ней приду, да она уволит меня нафиг. Вот и замечательно, уволит, я хоть поубираю. Вы что не понимаете, пока мы не решим вопрос нашего клиента, мы не сможем идти из кабинета? Да, сюда. Куда? Сюда! Да! Добрый день. А вам перевод в гривнах или в долларах? Замечательно, смотрите, что мы с вами делаем. Значит, вы кидаете деньги через офшоры. Там происходит внутрибанковская конвертация валюты. Да, так вы ещё немного сэкономите, потом кидаете нам. А что у нас сегодня? Пятница. Значит, вам лучше это всё сделать до 16.00, иначе не пройдёт транзакция, и деньги будут только в понедельник. Не за что. Дмитрий Сергеевна, а откуда вы всё это знаете? Бухгалтером работала 10 лет. Пока не села. Чего стоим, отморозки? Канаем с хатой на прогулку. Ну, с такой грудью в общественном транспорте будет намного просторней. Не то. А её маленькая грудь теперь будет полностью помещаться в маленькую ладошку её парня. Доктор, её маленький парень олигарх и бандит. Он за вот это всё заплатил. Он и вам, между прочим, кое-что может уменьшить. Ещё уменьшить? Оторвать без наркоза. Может, скажем, что маленькие лифчики и дешевле большие? Да. Ну, перепутал я. Ну, с кем не бывает. Доктор, думайте быстрее. Действие наркоз заканчивается. А, всё. Скажем, это очень современные импланты, а они со временем вырастут. Конечно, если она будет капусту есть. Тогда, вы понимаете, мол, тут холодно, а вот и не... А дома она ляжет в джакузи. Доктор, у женщин всё по-другому. Тогда я не знаю, что делать. Ладно, с грудью. С вот этим что? Ну, а тут что не так? Вот тут как раз она просила уменьшить, а вы увеличили на 30 сантиметров. Да, вот это жопа. Это понятно. Делать-то, что будем. Я думаю. Что за хуй? Думай, 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 думай. Ждём. Ждём. На троих. Чем не двигаться, это ограбление. Быстро мордой в пол. Руки за голову, чтоб я видел. Телефоны доставить. Быстро, быстро. Ущипни меня. Мне кажется, что я сплю. Нет, не сплю. Деньги в сумку быстро сложили. В сумку все деньги быстро сложили. Быстро. Да, да, конечно. Так а вам в долларах или в гривнах? Все деньги, все деньги, я сказал. Все быстро. Скажите, а драгоценности ложить? Туда же их, туда. Быстро. Только попробуйте столько минуток вызвать. Я вас всех порешаю здесь. Не-не-не, всё-всё-всё. Мы уже идём к сейфу, всё. А чё идём? Мы бежим к сейфу? Да. Слушай, а у него справка. Как думаешь, есть, что он там? Я думаю, после этого случая по-любому выдадут. Так, разговорчики. Разговорчики. Кто это сказал? Кто это сказал? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А это что, не банк? Нет, это не банк. А как вы догадались? К вам очереди нет. Банк через дорогу. А-а-а, спасибо большое. А можно я в банк пойду? Да, конечно. Одну секундочку. Вот. А сумочку дайте? Да-да-да, пожалуйста. Спасибо большое. А может, вам пистолет воды долить? Не надо, он течет. До свидания. Выдай. 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 Ну, ёп. Слушай, может, его все-таки арестовать? Ну, че ты такой? Мы ж поржали, пусть тебе в банке поржут. Мужчина, а вы не можете угостить женщину чем-нибудь сладким? Ну, допустим, бокальчиком игристого. Ну, а че нет? Можно? Только если ты меня потом угостишь чем-нибудь сладеньким. Ну, какой вы. Ну, тогда и себе что-нибудь возьмите. Водки дай. Нет-нет, что вы. Вы такой мужчина солидный. Возьмите хороший дорогой виски. Ну-ка, давай, у меня виски и есть шампунь. Одну секунду. За тебя, родная. Кисляк. А ты че не пьешь? Тоже не нравится это пыло, да? Я на работе не пью. Понятно. Ну, сейчас-то ты не на работе. О, уже нет. В смысле? Ты куда? Я занимаюсь консумацией. Консум? А, ну ничего, нормально, я могу посмотреть. Ты неправильно меня понял. Я получаю проценты от каждого выпитого тобой бокала. Нормально. Ничего личного, просто консумация. Ваш счет. Сколько? Давай, 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 давай. Что? Я больше не могу. Давай, давай, пацан, еще 15 бокалов, я отобью свой бобот. Ничего личного, братан. Это просто коммуни... Короче, давай, пей. Пормально, еще пиво. Делается. Хорошо. Добрый день, патрульная служба Киева, что случилось? Меня жених бросил, сбежал, понимаете? Да не переживайте так, найдем его. Не найдете, у нас через час должна быть свадьба, а он ушел. Ну, не волнуйтесь, помиритесь еще. Да он в другой ушел, а я вот в платье гостей позвала. Ой, что ж так делать-то? Помогите, пожалуйста. Вы же полицейские, вы должны помогать людям. Или вас там только селфи учат делать. Камень, ножницы, бумага, раз-два-три. Камень, ножницы, бумага, раз-два-три. Давай. Как вас зовут? Вика, я. Дорогая Вика, я очень долго думал и наконец-то решил. Стань моей женой. Не согласна. Не согласна. Алло, мама, все нормально, свадьба состоится. Да, я его так люблю, так люблю. Я так счастлива. Молодец, героический поступок. Ага, ну, как я этот поступок жене объяснил. Я так рада, так рада. Колбаску берите, колбаску. Помидорчики мои. Ммм, короче, вот чесночок чувствуется, очень вкусно. Ммм. И помидорчики, я сама. Ммм. Пробуйте. Прям сама? Ммм. Да, хороший стол у нас, только что-то не хватает. Чего же нам не хватает? А неужто нам не хватает? Да что, запотелого друга, а? Да. Теперь нам все хватает. Ну, давай-ка. Да. Понемножечку. Угу. За медицину. Да. Хорошо. Хорошо. Огурчик. Огурчик, да? Между первой и второй. Согласен. Давай еще по одной. И перекур. Да? Да. Ну, за пациентов. Доктор, три года пациент был в коме, а все-таки работает ваша методика, а я дур не верила. Ну, конечно, работает. Какой мужик откажется от такой выпивки, да еще и под такую закуску, а? Гений, давайте за вас. Давайте. Давайте за вас. А мне? Мне? А че бы нет? Да. Давай. Ага. Вот, вот она идет. Со здоровьем. Со здоровьем. Сейчас вот еще по одной и перекур. Да. Работает система, но недолго. Давай-ка. Выпьем. За него. Не чокаясь. Ну, ты дура, что ли? Сейчас оклемается. Человек три года не пил. Мы еще с ним сейчас курить пойдем. Давай? Нет. Давай. Ну, система. Материн. Егор. А чего ты так рано, а? А что не сдала? Нет, почему? Кушать будешь? Ясно. Опять, да? Нет. Где? Кто где? Где? Здесь никого нет, Егор. Ты что, думаешь, у меня напрочь отбито обоняние, что ли? Да я еще вот там вот почувствовал этот вонючий, дешевый одеколон. Осталось только вычислить, где этот зловонный источник. Егорушка, а давай просто поговорим. Нет, чем я с тобой разговариваю. Егор. Я тебя предупреждал? Да. Что еще раз такое случится, я буду с тобой разговаривать совершенно по-другому. Да, да. Я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал. Не надо. Блин, куда же я его дел-то? Слышь, ты мой паспорт не находил? Ой, е-мое, где же он? Ты ищи, ищи. Не менты же его у тебя забрали. Очень смешно. Привет, мусора. О, Рабан, сам решил явиться без спецдоставки? Попрощаться пришел. Ты что, умирать собрался? Нет. Решил подвязать с криминалом и уйти на воровскую пенсию. Вот. Ничего себе, пенсия. Но на такую лет двести работать надо. Вместе. Вдвоем. Не боись. Кабан добро помнить. За хорошее отношение, это вам бонусы, пацаны. На добрую память. Кабанчик, так а ты, может, пока не завязывай, если хочешь? Не, я решил. Слышь, а эти деньги не ворованные? Эти не. Впервые в жизни честно заработал лимон. Сделали предложение в банковской сфере, но я и не отказался. Ты что, коллектор, что ли? Это что, типа осенизатор? Не, Кабанчик, ты не обращай меня. Ну, в общем, удачи. Дай бог, увидимся. Дай бог, не увидимся. Пока, мусора. Ну? Вот что ты на него взялся, а? Мы радоваться должны, какого рецидивиста перевоспитали. Ну да. День, конечно, сегодня хороший. Угу. Ну, мне бы паспорт найти, блин. Найди его, найди. А, паспорт-то это, паспорт. Петренко, знаю. Что там? А ты в газ, нефть, банке кредит брал? Да какой кредит, ты мою зарплату видел? Короче, походу, нашелся твой паспорт. На него кредит оформили. Алло, сколько? Сколько? Кабан! Свинья! Стоять! У-у-у! Мам, пап, вы что у вас здесь? Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ка, давай, обними родителей. Обними папу. О, молодец. Мама! Что, мама, дочка, у твоих родителей серьезная финансовая трудность? Угу, как обычно. А у тебя всегда есть деньги. Ничего не завалялось. Мама! Кстати, папа хочет очень серьезно с тобой поговорить, да, Коля? Да. Мы тут с мамой заглянули к тебе в институт и узнали, что у тебя там серьезные проблемы. Мы посоветовались и решили, надо тебе бросать это все к чертовой матери. Вы хотите, чтобы я бросила танцы? Боже, упаси, тебе надо бросать институт. Во-первых, это реально дорого. А во-вторых, никаких перспектив, да. Никаких. Ну, я же хотела стать учителем, пойти по стопам мамы. Поверь мне, если бы мама могла, она бы пошла по твоим стопам. Точно. Вот сегодня день учителя. А? И где мои выпускники? Они все здесь. Они пришли к тебе, а не ко мне. Вон они. И деньги. Они должны были потратить на цветы мне. А они их засовывают трусы тебе. И это правильно. Слава Богу. Слава Богу. Я хотела, чтобы на меня смотрели дети. На тебя смотрят их папаши. Да, у тебя реально талант. Вон Петрович с седьмого подъезда каждый день меня благодарит за дочь. Все, ладно. Мой выход. Дома поговорим. А мы тебя здесь подождем. Да. Вы у меня и так все деньги уже забрали. Ты не представляешь размер наших материальных трудностей. Доченька, может тебе лучше мамины труселя одеть? У них реально больше денег. Больше. Папа. Ладно, ладно, все. Давай. Ни пуха, ни пирам. Пошли. Ты смотри. Ты в особку от нас спрятали. Вот гадину воспитали. Так, это пятьсот, а я тебе шестьдесят пять. Да. Я. 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 Я.